МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Начнем с фактов. На сегодня ВМУ это активно развивающееся предприятие, которое, с одной стороны, стабильно работает и производит удобрения для более чем 40 стран мира, с другой стороны, предприятие, которое собирается дальше развиваться, расширять свою линейку удобрений, повышать объемы производства и эффективность производства. Некоторые цифры наши планы на 2021 год. Мы планируем произвести порядка 660 тысяч тонн удобрений. Это будет рекордом за последние 10 лет. Поздравляю. Я уверен, нам это удастся, потому что планы есть, коллектив собирается эти планы выполнять. Важно, что порядка 20% из этого объема будут так называемые нишевые или высокомаржинальные продукты. Это тоже будет рекорд своеобразный, потому что до этого эта цифра была меньше. В этом году мы планируем увеличить вдвое объем производства нашего продукта, который все знают под названием СуперМаф. Это МОНОМОНИФОСВАТ 1261. Вы помните, что в конце прошлого года мы запустили в эксплуатацию еще одну установку. И объем производства в этом году составит 90 тысяч тонн. Еще один наш очень хороший продукт, который нравится нашим потребителям, водорастворимое удобрение. Его используют в закрытом грунте теплицы. И в этом году по нашим планам выпустить порядка 12 тысяч тонн этого продукта. И будут продукты в этом году, которых мы ранее не выпускали. Это, к примеру, такой продукт как AdBlue. Его знают те владельцы автомобилей, у которых дизельный двигатель. Это жидкий реагент, который используется как присадка для двигателей. Дизельных двигателей. Это что-то новенькое? Это не удобрение, это, соответственно, уже продукт химическое производство, но это новый продукт. Про дизельное топливо это вот я сейчас думал и захотелось мне еще раз спросить об этом. А это вот какая-то проба пера, попытка на новый рынок какой-то выйти? Или вы готовитесь к какому-то... Там за этим еще какие-то этапы стоят. Новый, еще какой-то сериал. Ну, конкретно об этом почему. То есть для производства AdBlue на самом деле используются два удобрения. То есть это является удобрениями. При их совместном использовании можно получить вот этот реагент жидкий, который используется AdBlue. Поэтому мы смотрим не только как развивать наши новые линейки удобрений, но и что можно сделать в следующем переделе, используя то, что мы уже производим и умеем производить хорошо. И в том числе, когда я говорил про перевод некоторых удобрений в кормовые уже добавки, мы тоже смотрим это направление, потому что они, еще раз, они стоят дороже. Здесь расширяется рынок сбыта и это повышает наши возможности по развитию на самом деле завода, по созданию новых рабочих мест, по увеличению налоговлагаемой базы. В общем, это тот вариант, когда все получают плюсы от нашего развития. Чтобы добиться таких результатов, наверняка необходимо усовершенствовать свое производство. И я знаю, что проходит модернизация на предприятии. Расскажите об этом подробно. Во-первых, для того, чтобы развиваться, нужно, первое, вкладывать достаточно серьезные средства в обеспечение текущего оборудования, в обеспечение текущей эксплуатации. И в этом году мы направим порядка 1 миллиарда рублей на мероприятия ремонтного характера, капитальные вложения. Это те мероприятия, которые обеспечивают надежность эксплуатации действующего оборудования, соблюдение действующих норм и правил, которые в отрасе существуют. И, конечно, второе направление – это инвестиции. Это те средства, которые мы направляем в расширение продуктовой линейки по нашим продуктам, в увеличение объема производства и в повышение эффективности производства наших удобрений. И в этом году эта цифра тоже будет около 1 миллиарда рублей. Соответственно, вот вам ответ на ваш вопрос. 2 миллиарда рублей позволяют заводу и стабильно работать, и развиваться, смотреть с уверенностью в будущее. Вы назовете, может быть, какие-то последние усовершенствования, которые произошли на предприятии, какие-то новые цеха, может быть, открылись или переоборудовались на какие-то цеха? Ну, вот как раз то, о чем я сказал ранее. Мы в конце прошлого года запустили второе производство Супермафа. И это дополнительно 45 тысяч тонн. Суммарно мы будем производить 90 тысяч тонн за год уже. Это ВРУ – водорастворимые удобрения, о которых тоже я сказал. Соответственно, мы готовы увеличить производство в три раза. Пока не готов к этому рынок, мы ждем, соответственно, что будет развитие рынка потребления. А оно действительно будет, потому что все мы видим, что тепличные хозяйства строятся новые, увеличиваются площади действующих тепличных хозяйств. Это просто тот продукт, который они будут востребованы. Мы готовы к этому росту. И еще могу сказать, могу сказать еще следующее. Вот продукт, о котором я уже говорил, Супермаф, на самом деле это удобрение. Но сейчас мы готовимся пройти европейскую сертификацию. И его уже можно будет использовать не только как удобрение, но и как кормовую добавку для животноводства. Это повышение, это удовлетворение спроса уже в кормовых добавках. Ну и, соответственно, повышение маржинальности наших продаж. Расскажите про экологичность. Соответствуют ли предприятия всем необходимым стандартам? Уверен, воскресенцев беспокоят экологическую обстановку. Я могу сказать следующее. Вы ежемесячно в газете «Куйбышевец» можете увидеть результаты замеров в контрольных точках воздуха, которые показывают, как предприятие соблюдает требования заказательства по выбросам. Каждый месяц открываете, смотрите. Мы в этом плане открыты для жителей Воскресенской. И печатаем там конкретно открытую информацию. Можно увидеть ее. Это первое. Второе. В ближайшее время мы опубликуем традиционный для нас экологический отчет. Компания «Уралхим» и, соответственно, заводы, которые входят в компанию «Уралхим», ежегодно публикуют такие отчеты. И вот на следующей неделе, ну и в ближайшие две недели, мы будем активно размещать во всех доступных средствах массовой информации экологический отчет за 2020 год. И там уже будет все подробно. Какие мероприятия мы реализовали природоохранного направления, сколько мы на это потратили средств, ну и, соответственно, наши планы на будущее. Комбинат принято говорить про Воскресенские минеральные удобрения, что это градообразующие предприятия. Это действительно так? Но 90 лет прошло. Как сегодня завод свою социальную функцию выполняет? Можно по-прежнему нам говорить, что это градообразующие предприятия? Я уверен, что можно. Например, на прошлой неделе, в конце недели, мы проводили совместные мероприятия с Советом ветеранов химкомбината. И больше ста человек приняло участие в этом торжественном мероприятии, как раз посвященному нашему предстоящему профессиональному празднику, Дню химика и 90-летию завода. Так вот, общее количество ветеранов, которые стоят в Совете, на данный момент составляет 2,5 тысячи человек. Это практически в два раза больше, чем действующее количество работников. Конечно, мы проводим работу по поддержке Совета ветеранов, проводим совместные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного характера. И это только одно из направлений социальной политики, которую компания ведет. Буквально вчера, еще один яркий пример, мы вручали спортинвентарь секции бокса Воскресенского, в которой занимаются дети от 8 лет, и взрослые мужчины 40 плюс лет. Мы дарили перчатки, груши, другой спортинвентарь. Все это, на самом деле, яркие примеры того, как и Воскресенские минеральные удобрения, и компания Уралхим продолжают те традиции, которые были, и помогают и ветеранам, и детям Уралхимспорту, Уралхиммолодежи. Все это помогает нашему городу Воскресенск продолжать развитие. И я думаю, что со временем, с учетом развивающегося продуктового портфеля и тех планов на развитие, которые у нас есть, мы будем не просто продолжать, а будем увеличивать социальную поддержку города, которую мы оказываем. Уверен, что так и будет. Сегодня в Воскресенске минеральные удобрения крупнейшая компания, крупнейшее предприятие в округе. Естественно, большое количество людей вовлечено в производство, они там работают на разных позициях. Хочется узнать, какой социальный пакет, какие условия работы у этих людей, комфортно ли им там работать. Ну, компания Уралхим имеет достаточно хороший социальный пакет. Мы, во-первых, ежегодно индексируем заработную плату, и в этом году мы это сделали тоже. У нас хороший вообще социальный пакет с точки зрения дополнительного медицинского страхования и прочих моментов, которые мы направляем средства на наших сотрудников. В этом году мы и пакет ДМС пересмотрели в сторону увеличения. Ну, в этом году отдельно можно сказать, там пандемийная история, она коснулась всех. Ну, да, сложный. Да, и в этих условиях, конечно, компания направила, на самом деле, большие средства в обеспечение здоровья своих работников, и маски, и перчатки, и термометрия. За свой счет мы полностью проводили все тестирование наших работников. Сейчас мы помогаем, скажем так, вместе с органами власти, мы проводим вакцинацию непосредственно в медпункте завода. Закупили необходимое оборудование и осуществляем вакцинацию, чтобы работники не отрывались от производства прямо на заводе в нашем медпункте. Поэтому уделяли большое внимание и дальше будем уделять. Я думаю, что потенциал по повышению социальной направленности в отношении работников у нас тоже есть, и мы будем развиваться в этом направлении. Уверен, многие думают покидать и в Воскресенском, или остаться здесь, может быть, перебраться в большой город, а может быть, работать в своем родном. Вот для воскресенцев на вашем предприятии существуют возможности развиваться личностно, профессионально, продвигаться как-то вперед по карьерной лестнице? Ну, я уверен, что, во-первых, карьерный путь, карьерная лестница, так называемая, на самом деле, сильно зависит от желания, инициативности, способностей работника. Одного какого-то конкретного взятого? Если у людей есть желание, они будут развиваться. Конечно, это так. При этом компания осуществляет обучение своих работников и обязательно, и не обязательно. Есть разные формы обучения. В этом году мы, с учетом, опять же, пандемийной ситуации, имеем доступ к нескольким образовательным платформам, где можно обучаться онлайн. Это известная платформа Edison, известная во всем мире, на самом деле, платформа Coursera. И все это помогает нашим работникам развиваться, если не этого хотят. Здесь можно сказать, что мы при этом не останавливаемся на достигнутом. Прямо сейчас мы смотрим опыт других коллег и опыт внутри нашей компании, потому что надо отдавать себе отчет, что воскресенские минеральные удобрения находятся близко к Москве. И, конечно, возможность у людей уехать на заработки в Москву она значительно выше, чем у наших предприятий в регионах Кирово-Чапецке, в Пермском крае. И нам необходимо предпринимать дополнительные меры для того, чтобы, во-первых, привлекать молодежь на наши предприятия, во-вторых, удерживать те квалифицированные ценные кадры. Как переманивают сотрудников? Ну, конечно, это есть. Поэтому, повторяюсь, мы изучаем опыт других коллег, не только в компании, но и наших конкурентов. И будем создавать дополнительные условия для того, чтобы, повторюсь, привлекать молодежь и удерживать тех ценных квалифицированных кадров, которые у нас есть. Ну, вот как раз про молодежь я и хотел спросить. В нашем округе одно такое образовательное учреждение осталось в Воскресенский колледж. Сотрудничаете вы с этим учреждением образовательным? И если да, то как? Ну, во-первых, надо сказать об истории взаимоотношения. Она не один десяток лет. Древняя. Да, она не один десяток лет идет. И, конечно, это хороший опыт взаимодействия учебного заведения и потенциального, ну и конкретно работодателя. На данный момент отношения сохраняются. Мы регулярно помогаем в обновлении учебной базы, учебно-практической базы. У нас проходят практику и производственную преддипломную ученики училища, ну там среднего учебного заведения, правильнее так говорить. Соответственно, мы вместе проводим профориентационную работу. Перед тем, соответственно, как начать обучаться, мы вместе проводим работу со школами, с девятиклассниками для того, чтобы направить конкретно ребят в учебное заведение, чтобы они понимали, зачем они туда идут, куда они после учебного заведения могут идти работать. Эту работу мы проводим вместе. При этом, я думаю, что наш потенциал по повышению эффективности тоже не исчерпан. Есть направления, связанные с, я думаю, что открытием новых специальностей, которые когда-то в советское время были. Сейчас по разным причинам не все специальности, которые нам нужны в колледже есть. И это первое направление. Как раз у тебя только прямо написал, есть ли заказ у предприятия для Воскресенского колледжа на какие-то профессии? Конечно, есть. То есть, первое, это возобновление тех специальностей, которые нам нужны. Второе направление, это повышение, это, наверное, улучшение программ учебных в соответствии с теми требованиями, которые есть в современном мире к этим специальностям и киповцам, и к электрикам, и к механикам, и к аппаратчикам химических производств. Потому что мы понимаем, что технологии развиваются. И для того, чтобы выпускник средне-специального учебного заведения мог не через год-два начинать работать, когда пришел на предприятие и переучивается или узнает новое, а он, соответственно, выходил оттуда уже сильно более готовым, это наше участие в уточнении, улучшении, в корректировке учебных планов. И это направление работы тоже будет. Слушайте, мы с вами затронули тему, сегодня утром мы собирались с коллегами, как раз и обсуждали тему долгосрочной программы взаимодействия с СУЗами и ВУЗами. И вот когда я говорю, что у нас есть потенциал, ровно об этом мы и говорим, у нас есть потенциалы повышения работы с СУЗами и высшими учебными заведениями, потому что понятно, что есть спрос не только на рабочие специальности, есть спрос и на инженерно-технический персонал, и в последующем на тех коллег, которые могут вырасти в руководителей. Я хотел вас про будущее спросить, но мы как-то начали с планов на будущее. Может быть, вам есть что-то добавить по поводу того, как будет развиваться компания? Я вижу задачей нашего завода в этом году обновить наш пятилетний план развития для того, чтобы четко для себя определить тот перспективный портфель целевых продуктов, которые мы будем производить, под это синхронизировать наши долгосрочные программы развития, в том числе посмотреть, как менять не только развивать технологии, но и процессы. Здесь речь о технологических, управленческих, процессах автоматизации, цифровизации, ну и, соответственно, как связано с персоналом, то, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, как нам развивать персонал. В конце года у нас будет обновленный план, и мы будем в дальнейшем развиваться, я думаю, что еще большими темпами, чем до этого. У нас хорошие позиции сейчас, но мы планируем развиваться дальше еще быстрее. 90 лет – серьезная дата. Я вас поздравляю с этим праздником, но уверен, вы хотите поздравить своих коллег и жителей, много ветеранов, как вы уже говорили. История города неразрывна действительно с истории предприятия Воскресенского минерального удобрения. Предоставляю вам слово. Да, спасибо. Во-первых, я начну с поздравления ветеранов. Уважаемые ветераны, уважаемые члены их семей, те жители города Воскресенск, которые участвовали в развитии завода, в становлении города, в котором мы сейчас живем. Во-первых, я хочу вас поблагодарить в честь 90-летия завода за то, что вы сделали, за возможность у наших поколений работать на заводе, возможность посещать садики, школы, библиотеки, дворцы культуры, дворцы спорта, которые были построены вами. И я хочу вам пожелать здоровья и хочу вам пожелать комфортного, заслуженного отдыха. Уважаемые коллеги, ветераны, с праздником вас, с 90-летием. И отдельно, конечно, хочу поздравить наш дружный коллектив Воскресенских минеральных удобрений. Хочу поздравить тех коллег, которые работают не в нашем штате, но работают на благо завода. Поздравить с нашим профессиональным праздником, поблагодарить вас за ваш ежедневный труд и пожелать вам сил, терпения и удачи в нашем непростом деле, особенно в деле развития нашего завода. С праздником, дорогие коллеги, с 90-летием. Вы смотрели программу «Гость студии». Сегодня на наши вопросы отвечал Дмитрий Анатольевич Тружков, генеральный директор акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения». Прощаюсь с вами, а химиков поздравляю с праздником. До свидания.